В 2020 году Valve выпустила в Steam полноценную игру во вселенной Half-Life. Она была посвящена спутнице Гордона Фримена Алекс Венс. Но самым неожиданным шагом Valve стал эксклюзивный выпуск Half-Life Alyx для VR. Несмотря на то, что новая часть получила высочайшие оценки как со стороны прессы, так и со стороны игроков, для многих остается вопрос ее доступности. Далеко не все могут позволить себе нужное оборудование. Для игры в VR требуется шлем виртуальной реальности, весьма мощное железо, а также достаточное количество пространства рядом с компьютером. Подобные ограничения мешают многим игрокам по достоинству оценить данный тайтл. Но что если я скажу вам, что поиграть в Alyx куда проще, чем кажется? И для этого вовсе не нужно покупать шлем и обзаводиться мощным железом. Но я говорю вовсе не о моде, в котором Half-Life Alyx пытается запустить без VR. Я говорю о настоящем погружении в виртуальную реальность. Возможности, о которой многие даже не задумываются, но которая уже давно доступна. Итак, надевайте шлем и тренируйте вестибулярный аппарат. Сегодня я расскажу вам о том, где абсолютно легально и без лишних проблем поиграть в один из лучших шутеров последних лет. А также постараюсь пояснить, зачем вообще стоит это делать. Напоминаю, что вы на канале Niki Studio Originals, и мы начинаем. Глава первая. Путь к заветному шлему. Прежде чем рассказать о самой Half-Life Alyx, стоит поведать о том, как в нее могут поиграть простые смертные, которые по тем или иным причинам не купили себе шлем. Многие думают, что Alyx доступна ограниченному количеству счастливчиков, у которых есть нужное оборудование, мощное железо, а также достаточно свободного пространства. Для комфортной игры нужны как минимум три эти вещи. Но что делать фанатам франшизы, которые хотят погрузиться в новое творение Valve, которые 13 лет ждали продолжения серии? Неужели выхода нет совсем? Впервые я поиграл в VR еще в 2017 году на стримфесте, отстояв огромную очередь. Сеанс был не особо продолжительный, и тогда я не особо проникся полученным опытом. С тех пор прошло уже несколько лет, и было бы странно, если бы VR не попытались коммерциализировать и делать этот вид развлечения популярнее. Так появились VR-клубы, на существование которых российская игровая журналистика и игровой блогинг не обращали никакого внимания. А между тем, это довольно любопытный феномен. Но внимание на него я обратил лишь спустя несколько лет, когда меня позвали половить призраков в довольно популярной игре фазмофобия. И тогда я понял, что вот он, тот самый ключ, с помощью которого можно опробовать творение Valve. Продолжение моего любимого шутера от первого лица. Именно VR-клуб помог мне поиграть в Аликс без установки модов и без покупки дорогого оборудования. И такая возможность есть не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и у жителей многих городов. Однако, как устроены VR-клубы? Как организован сам процесс игры? И я играл в клубе Эра VR в Москве. Это одна из первейших сетей VR-клубов столицы. В ассортименте у них представлено более 100 игр с самого разного характера. Игры демонстраций, игры для кооперативного прохождения вроде фазмофобия, кооперативные сессионки наподобие Elvin Assassin, и, конечно же, одиночные сюжетные игры вроде Аликс или Сабнотика. Для одиночных игр, и в целом конкретно под Аликс, Эра VR предлагает спецпредложение. Абонемент на 15 часов игры в VR, за который как раз можно пройти Half-Life Alyx вдоль и поперёк. Благодаря данной акции экономия идёт на целых 500 рублей за одно посещение. Играть можно в будни в течение трёх месяцев с момента приобретения абонемента. Например, вечером после работы. Покупать саму игру и устанавливать её на свой аккаунт не нужно. Всю техническую часть берёт на себя клуб. Вам же остаётся лишь получать удовольствие от игры и её процесса. На мой взгляд, это куда удобнее, чем самому возиться с железом и аппаратурой. Ну а тем, кто хочет обзавестись собственным VR-шлемом, можно будет понять, насколько нужна подобная покупка. Но есть и ещё один вопрос, требующий ответа. А зачем вообще играть в Аликс? Насколько это действительно выдающаяся игра, достойная франшизы Half-Life, и какую роль творение Valve занимает в игровой индустрии? Кажется, пора встать на место самой Аликс и пойти в сторону бункера Альянса. Вперёд! Глава 2. Традиции и инновации Half-Life Alyx — это шутер от первого лица, в котором мы играем за Аликс Вэнс. Именно она сопровождала Гордона Фримена в Half-Life 2 и последующих эпизодах. И именно её глазами игрок будет смотреть на события, произошедшие за пять лет до финала Half-Life 2, эпизод 2, закончившиеся невероятным клиффхенгером. На первый взгляд перед нами спин-офф известной франшизы, эксперимент, сделанный специально под VR. Но о сюжете поговорим чуть позже. Куда интереснее другое, как VR преображает классическую формулу Half-Life и опыт игрока. В каком-то смысле, Half-Life Alyx — это весьма классическая игра серии. Здесь очень много элементов, знакомых по предыдущим частям. Если вы играли в творение Valve, то в курсе, что у компании есть свой фирменный почерк. Свои принципы геймдизайна, которых она придерживается от игры к игре. Так вот, Half-Life Alyx следует ключевым принципам Valve, которые хорошо известны фанатам. Но при этом в качестве инновации предлагает прочувствовать классическую формулу VR. Что я имею в виду? Например, Valve любит четкое и явное целеполагание. В Half-Life 2 игрок сразу видит огромную цитадель, которая и является финальной целью игры. Игрок видит, что по мере прохождения игры она становится все ближе. И таким образом формируется чувство прогрессии. В Alyx тоже есть подобный объект. Огромный бункер, который вы видите издалека, и куда вам и предстоит по итогу попасть. И с каждым уровнем игрок также четко видит, что подбирается к цели. Или взять обучение битвам с некоторыми противниками. Например, в ходе игры нам встретятся особые хедкрабы с металлическими панцирами, а также электрические собаки. Так вот, в первый раз эти противники традиционно предстанут перед игроком за забором, чтобы тот понял, как их убивать. И только потом вас столкнут с ними лицом к лицу. Традиционно для серии и отсутствия катсцен. Игрок наблюдает за событиями от первого лица, и лишь изредка повествование прерывается экранами загрузки. И это идеально вписывается в формат виртуальной реальности. Поэтому знакомство с Аликс наглядно демонстрирует, как ощущаются уже известные нам вещи, и чем отличается игровой опыт. Итак, в чем же отличие VR? Какие инновации он привносит? В шутерах от первого лица есть две главные механики. Это передвижение и стрельба. И именно они ощущаются в виртуальной реальности совершенно иначе. Передвигаться здесь можно несколькими способами. Либо с помощью стика в контроллере левой руки, либо телепортацией. Существует также комбинированный способ, включающий в себя оба этих варианта. И такое передвижение серьезно меняет ощущения как от боевой системы, так и от отдельных аспектов геймплея. Например, подниматься по лестнице можно в буквальном смысле, перебирая руками по ее ступенькам. А чтобы перезарядиться, недостаточно нажать на кнопку. Надо достать из-за спины магазин, вставить его в оружие и не забыть передернуть затвор в том случае, если вы выпустили все патроны. Поэтому удивляться, почему оружие не стреляет, или чувствовать себя беспомощным, пока забираешься по лестнице, вначале придется часто. Но не одна только перезарядка делает опыт от сражений иным. Описанная система передвижения также заставляет подходить к столкновениям с противником иначе. В Валикс куда больше именно позиционных перестрелок. Здесь нередко приходится натурально сидеть за укрытием. Причем присаживаться необходимо физически. Дело в том, что героиня передвигается крайне медленно. Поэтому аналогом бега здесь можно с натяжкой назвать телепортацию. Это единственный способ быстро перемещаться между укрытиями. В отличие от предыдущих Half-Life, где герой отлично стрелял прямо на бегу, здесь так не получится. Хотя бы потому, что целиться вам необходимо самостоятельно. В буквальном смысле зажмуривая левый глаз. Это кардинально меняет ощущение от боевки. Делает ее более медленной, но при этом приближенной к реальности. По-иному чувствуется даже столкновение с барнаклом. Если раньше, попадая в его ловушку, игрок мог достаточно свободно вращать камерой, то здесь попасть в него становится не самой простой задачей. Иначе реализован и процесс метания гранат. Дело в том, что теперь нельзя просто прицелиться и нажать на левую кнопку мыши. Гранату нужно натурально метнуть. Желательно посильнее. К чему тоже приходится привыкать. В общем, ощущения от шутеров VR совершенно иные. Предыдущие игры серии Half-Life были заточены под ПК, где у игрока есть клавиатура и мышь. В VR игрок находится не по другую сторону монитора, а как бы внутри виртуального мира. И это диктует совершенно иной подход к геймдизайну. Но, как я уже отметил, Valve сумела адаптировать свои принципы под новые условия. Переезд в VR не нарушает целостности мира. Он кажется органичным продолжением того, что вы видели в предыдущих играх серии. Например, в виртуальной реальности нельзя просто нажать на кнопку и взять предмет. С объектами здесь взаимодействуешь физически. Ящик поднимаешь руками. Соответственно, и поднимать предметы вроде магазинов или аптечек тоже можно руками. Но Valve сделали для Alex Gravi перчатки, которыми можно подтягивать отдельные предметы на расстоянии. Тем самым они становятся удобным инструментом для игрока в виртуальной реальности. Учитывая, что в Half-Life 2 была гравипушка, перчатки органично вписываются и в мир франшизы. Разработчикам удалось избежать противоречия между сюжетом и геймплеем. Также органично в VR вписаны и возможность модификации оружия, и его ограниченное количество в сравнении с более ранними играми франшизы. Все продиктовано геймдизайном и прекрасно сочетается с миром Half-Life. Практически всех противников Alex мы так или иначе видели в предыдущих играх франшизы. Здесь, впрочем, есть и новые монстры, но они вариация предыдущих. Например, хедкрабы с металлическим панцирем, которым нужно выстрелить в определенное место за короткий промежуток времени. Играя за клавомышью, сделать это было бы легко. В VR же стрельба сложнее, поэтому противник идеально вписывается как в местные законы геймдизайна, так и в уже сложившийся DVR, мир Half-Life. Отдельно стоит упомянуть и мини-игры. В этом аспекте виртуальная реальность также диктует свои законы. В рамках мини-игр необходимо проделать ряд действий именно в виртуальном пространстве не на другой стороне монитора, а непосредственно рядом с вами. Провести лучи через все окошки нужно, двигая их руками. То же касается обезвреживания мин или взлома защиты. Объекты можно вращать и передвигать вручную. Пожалуй, мини-игры — это единственное, что раздражает Half-Life Alyx. Со временем их репутативный процесс начинает немножко бесить. Впрочем, это небольшая ложка дегтя. И фанаты франшизы, и геймеры в целом получат достаточно уникальный на данный момент игровой опыт. Причем играя в большой и комплексный проект длительностью в 15 часов. Проект, который отлично выполнен с точки зрения геймдизайна и вбирает в себя весь опыт Valve, обычно ювелирно выверяющих этот аспект в своих играх. Это возможность погрузиться в тот самый Next Gen, о котором нам многие говорят. Но не в тот, что приходит к нам со сменой цифры или буквы в консоли или количеством оперативной памяти. Я говорю о Next Gen в смысле игрового опыта. Однако фанаты получат кое-что еще. Ведь с точки зрения сюжета Half-Life Alyx не просто какое-то там ответвление или необязательный спин-офф. Это полноценная часть франшизы, которая играет важную роль в сюжетном плане. И сейчас мы об этом поговорим. Глава третья. Наследие Лейдлоу. После релиза Half-Life 2 в 2004 году Valve стала выпускать ее продолжение в формате отдельных эпизодов. Такой формат выпуска в то время был достаточно популярен. Компания планировала релиз трех эпизодов. Но в итоге разработка третьего эпизода застоприлась, и игра завершилась крайне интригующим клиффхенгером в конце эпизод 2. С анонса третьего эпизода проходило все больше времени, и в конце концов фанаты теряли надежду. Казалось, что точку в этой истории поставил сценарист серии Марк Лейдлоу. Он выпустил Эпистолу 3, в которой от лица Гордона Фримена рассказываются возможные события третьей части, которая некогда была в разработке. Эпизод 3 должен был логически завершить историю, которая рассказывалась в первом и втором эпизодах. Это любопытное чтение с любопытными идеями. И, казалось бы, при чем тут Half-Life Alyx, действия которой разворачиваются за пять лет до сражения в Белой Роще в конце эпизода 2. Дело в том, что финал истории буквально поразил фанатов и серьезно повлиял на клиффхенгер, который Valve оставила нам более 15 лет назад. Вы спросите, как это возможно? Я расскажу. Но если вы боитесь даже малейшего намека на спойлеры, рекомендую промотать видео на тайм-код, который вы видите на экране. Сейчас речь пойдет о том, как Half-Life Alyx связана с другими играми франшизы. Потому что, как я уже сказал, это никакой не спин-офф. Это полноценная часть серии. Я не буду пересказывать Эпистолу 3. Ее текст можно свободно найти в интернете. Если вкратце, то в ней пораженные смертью Элая Вэнса Гордон и Алекс отправляются в Арктику к исследовательскому судну Боррей, которое может стать ключом к победе над Альянсом. В происходящих далее событиях важно понимать ровно три момента. Первое. В процессе путешествия Гордон и Алекс выясняют, что Боррей способен перемещаться не только в пространстве, что вполне логично для мира Half-Life, где портальные технологии являются лейтмотивом истории, но и во времени. По задумке Лейдлоу, героям удается увидеть другие миры как в прошлом, так и в будущем. Второе. На Борее оказывается некое устройство, которое можно использовать как оружие против Альянса. И у Алекс даже появляется план, как это сделать. Третье. В финале истории не обходится и без традиционного явления таинственного Джимена. И на сей раз он приходит не к Гордону, а к Алекс Вэнс. Гордона же спасают вартигонды. Все три вышеперечисленных аспекта воплотились в сюжете Алекс. Во-первых, оружие на крейсере Боррея нашлось место и в сюжете игры. Сначала дочь Лая Вэнса пытается спасти отца, но после этого узнает, что в бункере Альянса есть какое-то секретное оружие. Это тоже одна из идей Пистола 3, которую сценаристы Valve перенесли в Half-Life Alyx. Во-вторых, в финале нам традиционно явится Джимен. Как и в сценарии Лейдлоу, он приходит к Аликс, главной героине спин-оффа. И эта встреча полностью меняет финал второго эпизода. Настолько, что нам открывается несколько важных вещей. Дело в том, что, по словам Джимена, его предыдущий сотрудник не способен выполнить некоторые задачи. И, как мы помним, в конце Half-Life 2 и в начале Episode 1 Джимен снова пытается отправить Гордона Фримена в стазис, но ему неожиданно мешают вартигонды. Именно поэтому Джимен предлагает Аликс некую сделку в обмен на ее услуги. И тут возникает закономерный вопрос. Действие Half-Life Alyx происходит за пять лет до событий Half-Life 2 Episode 2. Вы спросите, как это возможно? Дело в том, что здесь и используется идея Лейдлоу о том, что в мире Half-Life можно путешествовать не только в пространстве, но и во времени. Это, в частности, проявляется в образе одного из вартигонтов, которого Аликс встретит на пути к спасению Элая Вэнса. Он туманно намекает ей на будущие события, то есть на смерть ее отца через пять лет. Да и само явление Джимена в финале показывает, что ради своей цели тот способен отправиться в прошлое. Таким образом, здесь нам и вводят полноценные путешествия во времени, на которые намекал Лейдлоу в третьей пистоли. Кроме того, мы узнаем, что у Джимена есть некие работодатели, и он знает, что может произойти в разных таймлайнах. Будущее или прошлое, для него это не имеет значения. И события, которые для остальных произойдут через несколько лет, для него уже случились. Далее мы собственноручно меняем финал Half-Life 2 Episode 2, уничтожив существо, убившее Элая Вэнса, уходим вместе с Джименом, и в сцене после титров видим живого Элая Вэнса, который в ярости грозится добраться до Джимена. И со словами «У нас еще полно дел» вручает вам знаменитый ломик, давая понять, что сейчас вы смотрите на мир глазами Гордона Фримена. Сюжет Half-Life Alyx сделан с уважением к наследию Лейдлоу, а ее финал действительно меняет концовку Half-Life 2 Episode 2, шокируя игрока. Это куда более мощный клиффхенгер, чем тот, который мы увидели 15 лет назад. И при этом игра не просто обрывается на полусловие, но и дает надежду на возвращение серии. Но насколько она возможна? Есть ли у серии Half-Life потенциал к возвращению вне VR, а также каковы возможности и ограничения виртуальной реальности? Глава 4. Границы и возможности виртуальной реальности. Я думаю, что ближайшие 2-3 года станут ключевыми для этой технологии. С точки зрения того, как создатели и художники будут использовать ее, и что они будут создавать. В фильме «Отспален к миллиардам. Революция PlayStation» Хидео Кодзима высоко оценил VR как технологию, которая позволяет выйти за рамки, и сказал, что в ближайшие 2-3 года определится будущее виртуальной реальности. Фильм, который мы процитировали, вышел в 2020 году. И спустя 3 года возникает вопрос. Прав Кодзима или все же нет? Такие игры, как Half-Life Alyx, это большой шаг вперед. Но представьте, каково было бы поиграть в VR во что-нибудь вроде Call of Duty Modern Warfare. Иными словами, пережить крутые постановочные моменты со спецэффектами и побывать внутри настоящих интерактивных постановочных сцен. У VR огромный потенциал. Но вместе с тем у виртуальной реальности и много ограничений, которые пока еще мешают воплотить подобное в жизнь. Один из аспектов – это передвижение. Во второй главе мы говорили о том, что главная героиня передвигается крайне медленно, а для быстрого перемещения между укрытиями приходится прибегать к телепортации. Пока что в основном приходится играть в такие игры, где ты либо стоишь на месте, как в серию с MVR The Last Hope, либо же двигаешься с помощью джойстика, и твой мозг замечает, что передвижение на самом деле фальшивое. Вы перемещаетесь, но ваши ноги стоят на месте. Конечно, для более аутентичного опыта можно использовать специальную беговую дорожку, которая будет реагировать на движение ваших ног. Но такой девайс стоит дорого, да и опять же здесь вас поджидает еще одно физическое ограничение. Если в игре персонаж не устает от бега, то вполне можете устать вы сами. Беговая дорожка не решает проблемы полной синхронизации с персонажем. Ну и кроме того, VR может запросто укачать. Первые два часа организм будет привыкать к новым правилам игры. Поначалу привыкание идет сложно, и люди со слабым вестибулярным аппаратом вряд ли смогут комфортно играть в VR. Укачивать будет при передвижении персонажа по лестнице, ведь вы вращаетесь как юла. В общем, VR чувствителен к особенностям организма. Я играл короткими сеансами по два часа, потому что длительное пребывание в шлеме может негативно сказаться на вашем состоянии. Следует иметь это в виду. А еще я неоднократно встречался с ситуацией, когда мне приходилось вставать на цыпочки, чтобы дотянуться до верхнего ящика. Уж не знаю, зависит ли это от роста игрока, или же это особенность местного игрового дизайна. Еще VR чувствителен к железу. Для игры виртуальной реальности нужен достаточно хороший компьютер. Если железо недостаточно мощное, игра может тормозить. Тогда игрока начинает укачивать. Организму становится плохо, потому что мозг не понимает, что вообще происходит. Но, как бы то ни было, VR это действительно крутой опыт. Все-таки здесь совершенно иные правила передвижения, стрельбы и геймдизайна. Для VR просится некая аналогия. Я бы сравнил эру VR с эрой аркадных автоматов. В VR нередко приходят играть компанией. Это развлечение, ради которого можно выйти из дома и прийти в клуб. И если кто-то заглядывает в VR ради таких игр, как Alex, то некоторых привлекает возможность вживую поиграть с друзьями в фазмофобию или в другие тайтлы. Родители нередко приходят сюда с детьми. И если мы воспринимаем виртуальную реальность как какую-то экзотику, то для нового поколения она станет куда более обыденной вещью. Пока же VR это нишевые продукты. В основном в виртуальной реальности можно поиграть компанией в достаточно простые, казуальные игры. Это в какой-то степени аналог аркадных автоматов, в которые раньше играли с друзьями или в которые вас приводили родители. И со временем на смену игровым автоматам пришли компактные консоли, позволявшие играть дома, что породило революцию в гейминге. Также и здесь, несмотря на все ограничения VR и некоторый скепсис сообщества по отношению к скорому его массовому распространению, это все же шаг вперед и крайне интересный опыт. VR будут двигать вперед именно игры крупных франшиз вроде Half-Life Alyx или крутые инди-тайтлы вроде Фазмофобия. Кроме того, свое слово сказала и Sony, которая 22 февраля выпустила PSVR 2 и игру Horizon Call of the Mountain, спин-офф популярной франшизы Horizon. Возможно, в будущем изобретут технологию, которая позволит передавать изображение прямо в мозг и обеспечит полноценное погружение в виртуальную реальность. Кто знает? VR как направление развивается. Цены стали доступнее, а иммерсивность вышла на новый уровень. Дальнейшая судьба виртуальной реальности как игрового направления все еще не очень ясна. Тем не менее, появляется все больше VR-клубов. Появляются инвесторы, готовые инвестировать в это направление. Будет ли становиться больше таких людей в игровой индустрии? И как разработчики планируют монетизировать проекты, если в VR частенько станут играть именно в специализированных клубах? Вот вопросы, на которые нам со временем предстоит узнать ответы. Что же касается Half-Life 3. Увы, у меня много скепсиса по отношению к возможному продолжению серии. Дело в том, что Valve – это компания, которая не любит выпускать проходные проекты. Ее игры практически всегда пытались стать новым словом в жанре. И, боюсь, в рамках компьютерных шутеров от первого лица, Valve сказала все, что хотела и могла бы сказать. Появление виртуальной реальности стало не только удачной бизнес-возможностью, но и шансом привнести в жанр шутеров от первого лица нечто новое. И именно внутри виртуальной реальности его есть куда развивать. Поэтому, возможно, Half-Life 3 ждет своего часа. Но, возможно, что серия так и окончится потрясающим и шокирующим клиффхенгером, открытым финалом и многоточием, устремляющимся в бесконечность. В любом случае, Valve вряд ли станут выпускать посредственный продукт. Им нужна игра, которая скажет новое слово в жанре. Как бы то ни было, Half-Life Alyx – это та самая Half-Life, которую мы так любим. И вне VR она попросту невообразима. Опыт был бы совершенно иным. Если у вас нет возможности или желания покупать шлем, сходите в VR-клуб. Если вы фанат серии, то останетесь в восторге. Да и вообще в нее просто необходимо поиграть геймерам, обожающим старые добрые проекты, не испорченные тенденциями последних лет. Ведь перед нами линейный классический шутер, предлагающий при этом совершенно новый опыт игры. Спасибо всем нашим спонсорам. Марку Кудряшову, Полине Демьяник, Сергею Малахову, Fatality Duck 5, Odin4, Игорю Филибоненко, Евгению Воздвиженскому, Артему Бубнову и Ивану Рихтеру. Спасибо сотрудникам VR-клуба Эра VR за то, что помогли организовать съемку этого ролика. Спасибо команде StreamFest и Михаилу Лисецкому за предоставленные архивные видеозаписи. Также спасибо чате Куаура, где мне помогли с футажами, а также оспаривали некоторые мои тезисы. И спасибо всем, кто смотрит и продолжает нас смотреть. Обязательно поставьте лайк под этим роликом.